25 февраля на территории России стартовало досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах страны. В Центре избиркоме сообщили, что члены избирательных комиссий добираются в труднодоступные места на вертолетах, снегоходах и даже пешим ходом, где на технике пройти невозможно. Все это сделано для того, чтобы все избиратели, которые там живут или работают, могли сделать свой выбор. В Туве досрочное голосование началось в труднодоступных и отдаленных местностях Судхольского, Тоджинского и Чахольского районов. Активная фаза досрочного голосования началась после 10 марта. Труднодоступные местности, где проживают избиратели, есть практически в каждом муниципалитете. Это Байтагинский, Барунхемческий, Дзунхемческий, Кахемский, Кызылский, Мангунтагинский, Авюрский, Пихемский, Тандынский, Терехольский, Тесхемский, Тоджинский, Лухемский, Чахольский и Эрзинский районы. Это работники вахтового метода, чабаны, оленеводы, работники охотхозяйств, золотодобытчики, военные и т.д. В этот период используются переносные опломбированные ящики для голосования. В целях оказания содействия избиркому Тувы в проведении досрочных выборов президента России, для животноводов Тесхемского и Чадыхольского районов, Главное управление регионального МЧС России выделило транспортные средства высокой проходимости для доставки членов комиссии к отдаленным чабанским стоянкам. Как сообщает избирательная комиссия республики, всего на территории Тувы 72 участковых избирательных комиссий. По оперативным данным, на 10 часов утра 16 марта в труднодоступных и отдаленных районах республики, а также на чабанских стоянках проголосовало 5309 избирателей.